Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук, преподаватель Красного университета. Отлично. И первый вопрос. Он, кстати, сразу получается длинный. — Многие полагают, такое точное следование марксизму-ленинизму консервативным охранительством, которое устарело и мешает дальнейшему развитию человечества. Как прокомментируете? — Ну, надо прокомментировать это следующим образом. Во-первых, что тут товарищи понимают под точным следованием марксизму-ленинизму? — Иван Михайлович говорил уже несколько слов о том, что такое марксизм-ленинизм. Это учение, которое состоит из трех моментов. Это научный социализм, политическая экономия и диалектический материализм, исторический материализм, можно сказать. И вот как Владимир Ильич Ленин указывал неоднократно, что марксизм, он слеплен как единый кусок стали. То есть, из него нельзя ничего вырвать. — Такой сплав. — Да, это сплав такой. Намертво сцепились вот эти моменты в этом сплаве. И получается, что вот этим вопросом товарищи пытаются этот сплав каким-то образом расшатать. И надо сказать, что когда говорят о том, что ортодоксальный марксизм, мы не будем следовать всем положениям марксизма. Или не все положения верны сегодня. Некоторые из них устарели. Обычно на этом разговор и заканчиваются. То есть, товарищи пытаются уйти от вопроса о том, а какие же положения устарели. — Если вам что-то не нравится, укажите. — Да. Если это, как указывал Владимир Ильич, кусок стали целиковой, из которого нельзя ничего выбросить, расскажите, что вы пытаетесь с него выбросить. — Ну и вот получается такая история, что когда, в общем-то, если вот атака на марксизм с буржуазных позиций, она фактически не ведется. Потому что буржуазное мировоззрение с марксистским мировоззрением с точки зрения науки, оно вообще несовместимо. То есть, буржуазное мировоззрение проигрывает сразу же по всем пунктам, если говорить о научном понимании, о научном мировоззрении именно. Ну и пытаются делать такие попытки. Мол, устарел марксизм, он как-то ортодоксален. Давайте поменяем. Ну а поменяем, это означает, фактически примем буржуазную идеологию, буржуазное мировоззрение. — То есть, грубо говоря, они пытаются все максимально упростить и примитивизировать там, где это делать нельзя, в принципе. — Речь даже идет не о примитизации. Ведь на самом деле любое положение марксизма, положение о диктатуре пролетариата, мы возьмем, и они его не пытаются примитизировать. Они пытаются его извратить каким-то образом. Ну, например, сказать, что речь идет не о рабочем классе и не о его роли в построении бесклассного общества и на всем пути до этого бесклассного общества. А речь идет в пролетариата. Они записывают всех подряд. Путин тоже в пролетариат у нас запишется, видимо, по мнению этих товарищей. То есть, это не является таким упрощением. — Нет, он как бы раб. Он раб на галерах. Он в рабы. — Не только о Путине идет. Любой наемный работник будет обеспечивать эту диктатуру пролетариата. То есть, я бы не сказал, что такое упрощение. Это просто отказ от некоторых положений ключевых, из которых вся теория и вырастает. Вот если мы откажемся от одного положения, то все разрушится. Вот этот кусок стали, он разрушится. — Потом я еще замечал, что они просто-напросто перевирают смысл слов, которые используются. Очень часто просто такая подмена идет тонкая в связи с тем, что сейчас, может быть, обычное, используя применение этого слова, несколько иное, чем 100 лет назад. И поэтому они этим хорошо пользуются. — Я думаю, что здесь речь идет о том, что, ну, вообще говоря, определения, если говорить о научных определениях, они 100 лет назад никак не изменились. Если мы сейчас спросим у граждан, которые задают такие вопросы, что такое капитализм, они, скорее всего, не ответят. А при этом определение капитализма, оно, собственно говоря, не изменилось никаким образом. Правильно? — Ну, как и определение математической точки. — Да. Там дисперсия и математическое ожидание, не меняются эти определения. При этом в основном, когда пытаются эти определения извратить, марксистского определения товарищи не владеют. Они не знают этого просто. — Да, да. — Они выдумывают какое-то свое. — Согласен. Додумывают. Додумывают творчески. Что такое сейчас борьба за построение коммунизма? — Ну, здесь я думаю, что нам надо в первую очередь понять, а что такое коммунизм, да? Вот по определению просто коммунизм – это общество, ну, коммунизм – это общий. То есть речь идет об общественной собственности на средства производства. То есть если имеет место общественная собственность на средства производства, это коммунизм. Значит, теперь дальше мы знаем, что коммунизм имеет две фазы. Первая фаза – так называемый неполный, неразвитый коммунизм, который выходит из капитализма. И называется эта фаза социализма. Вторая фаза – это полный, развитый коммунизм, который развился на своей собственной основе. Теперь вопрос. Как к этому коммунизму идти? Какой путь вот к этому коммунизму? Ну, и для того, чтобы понять, коммунизм будет проходить те же самые две фазы. Ничего не изменилось со времен столетней давности. И возникает вопрос, как построить первую фазу коммунизма – социализм. Вот в этом смысле, если первая фаза коммунизма – социализм будет построена, то и коммунизм будет построен. Как ее сейчас строить? Да. Вот теперь вопрос, как ее сейчас строить. И путь, собственно говоря, никак не изменился со времен столетней давности. Это же ужас какой-то. У нас есть айфон, а мы должны опять. Да, да. Вот это движение, оно никак не изменилось. И, кстати, я замечу, что вот это движение, его многие граждане, которые маршрусты пытаются извратить, они его пытаются спрятать всячески. То есть они пытаются вывести народ на митинги какие-то, кружковщину какую-то организовать и так далее. На самом деле движение очень простое. Значит, революцию совершает класс, рабочий класс. Для того, чтобы он совершил революцию, ему нужно организоваться, осознать как класс себя и организоваться в борьбу за социализм. Для того, чтобы организоваться рабочему классу, ему негде организовываться, кроме как у себя на производстве. Вокруг чего эта организация может случиться у рабочего класса? Вокруг организации коллективных действий за некие интересы, которые на сегодняшний момент являются ближайшими интересами рабочего класса. Заработная плата, условия труда, сокращение рабочего дня. И так рабочий класс организуется вокруг борьбы за эти интересы и организует коллективные действия в борьбе за эти интересы. Далее он организует забастовки на предприятиях. И естественным образом из забастовок вырастают забастовочные комитеты на предприятиях. И в некий момент рабочий класс понимает, что рядом еще одно предприятие, которое ведет борьбу за свои интересы. Рядом еще одно и так далее. По территориям. Вот рядом на территории есть такие еще другие предприятия. И они выдвигают своих представителей для того, чтобы обсудить с другими предприятиями, как бороться они один. Не каждый с каждым со своим представителем буржуазии, а все со всеми. И когда они выдвигают этих представителей, они организуют советы. То есть, территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. Эти советы организуются. И, в общем-то говоря, эти советы могут решать все вопросы, связанные с жизнью на предприятии. Обеспечивать законность на предприятии. Обеспечивать сохранность материальных средств на предприятии и так далее. И вот эти советы, они как уже органы власти, они существуют в параллель с парламентами, с буржуазными органами власти. Но и в какой-то момент оказывается, что советы, советы доста... То есть, после вот некого периода двоевластия, оказывается, что советы могут выполнять все органы, все функции управления на территориях и на предприятиях. И происходит, известным образом происходит социалистическая революция. После которой рабочий класс берет власть уже политическую в свои руки. И начинается переход, так называемый... Еще и мы социализм здесь не построили. Как только произошла социалистическая революция, на следующий день производство как было капиталистическим, так и капиталистическим осталось. И дальше начинается долгий период, который, например, в Китае длится уже достаточно долго. У нас в России, в Советской России длился, сколько там получается, около 17 лет. 17, чуть больше, 17 лет. Значит, это известный период, когда происходит борьба нескольких укладов. Это капиталистический уклад, это государственный капиталистический уклад, и раньше это был еще патриархальный уклад и мелкобужуарский, и социалистический уклад. Вот эти уклады борются вполне себе экономическими методами, и в какой-то момент оказывается так, что социалистический уклад побеждает. И этот момент и называется момент построения социализма. Вот этот вот путь, вот эта, так сказать, столбовая дорога, которую я здесь наметил, от нее никуда не уйти. И разным гражданам не поможет вхождение с флажками и рассказы про то, что программисты или какие-то другие кряклы организуют им социализм. То есть, как это не ужасно? То есть, если ты хочешь выучить иностранный язык, придется зубрить слова. Если хочешь научиться играть на фортепиано, придется учить гаммы. Ну, придется изучать опыт. А тут придется повторять проявление. Придется изучать опыт рабочего класса России, который, в общем-то, хорошо описан и нам хорошо известен. Но здесь я упустил одну вещь. Конечно, рабочий класс, как таковой, сам вот этой задачи сделать не может. Для того, чтобы эту задачу совершить, ему нужна партия. Потому что движение без головы, как партия, это голова рабочего класса, это его ангар. Если партии не будет, то в какой-то момент либо это в экономизм свалится, в тридюнионизм, так сказать, разложится, все и так далее. Будет разброд и шатай. Нужна партия, которая руководит рабочим классом. То есть, если я правильно понял, по сути дела получается, что социализм постепенно вымещает капитализм. Как бы замещает его. Нет, это происходит в экономике после совершения социалистической революции. Я это имел в виду. Да, в экономике это происходит именно в том смысле, что поскольку социалистический сектор – это в первую очередь планирование, а значит, более оптимальное расходование ресурсов, все подчинено плану, более крупное производство, которое, собственно говоря, социалистический уклад берет из крупного капиталистического производства. И оно чисто экономическими методами побеждает другие, более устаревшие способы производства. Спасибо. Опять длинный вопрос. Насколько существенное использование социальных сетей в интернете может способствовать организации классовой борьбы рабочих, которые не пересекаются друг с другом по службе, например, водителей какой-нибудь транспортной компании? Я думаю, что интернет, безусловно, помогать в организации рабочих, не только в транспортных компаниях, и других рабочих, конечно, может. Вот это средство – одно из средств донесения информации до рабочего класса. Но не надо его переоценивать, я думаю. То есть он не может заменить. Да, и здесь самое главное, в этом вопросе речь идет о разрозненных рабочих, которые не соединяются на производстве естественным образом. Это вот там указаны, ну, скажем, водители. Яндекс.Такси. Да, и водитель Яндекс.Такси. Ну, вообще водитель Яндекс.Такси по своему положению рабочим не является. Если бы это был водитель, который перевозит какие-то материальные средства, средства производства, например, или уголь, сырье, тогда это был бы рабочий. А, значит, водитель такси рабочим не является. Он, бессловно, является трудящимся, но, так сказать, обеспечивает передвижение. Он не обеспечивает напрямую функционирование производства. И, значит, если мы, например, возьмем даже водителей, скажем, дальнобойщиков, которые также разрознены, и они не соединяются на производстве, хотя они рабочими не являются, которые перевозят сырье, например, от одного предприятия к другому предприятию. То здесь надо вспомнить о том, что же является диктатурой пролетариата по ленинскому определению. И по ленинскому определению все-таки он говорил, что диктатура пролетариата – это латинское историко-философское понятие, означающее вот что. Только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, рабочие и так далее, и так далее, могут обеспечивать все движение до полной победы коммунизма. Речь идет о городских, фабрично-заводских рабочих. Именно из-за того, что они сильные и сильные. Почему все хотят себя записать в тот класс, который будет обеспечивать диктатуру пролетариата, я вот этого не понимаю. Это дает сокращение жизни, скорее всего. Из чего складывается диалектический материализм? Ну, это, значит, вопрос такой достаточно, с одной стороны, простой, с другой стороны, тоже можно есть о чем поговорить. Сначала нужно сказать о том, что вообще, вот, с философской точки зрения, все, так сказать, все философы разделились на два лагеря, как писал Энгельс. Это идеалисты и материалисты. Идеалисты – это те, кто считают первичным идею над материей, а материалисты считают материю первичной. Значит, материалисты считают материю первичной. Но материализм может быть созерцательный, как материализм Фейербаха. То есть мы, так сказать, созерцаем окружающую действительность и описываем ее. Вот это созерцательный материализм. А диалектический материализм, он отличается от созерцательного материализма, как раз в том отношении, о котором Иван Михайлович уже говорил, в соединении идеи познания мира и идеи преобразования этого мира. То есть мы не только созерцаем мир, но и преобразовываем в соответствии с понятием. И тогда это диалектический материализм. Нет, здесь, вот так. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.